Самарский регион интересен иностранцам, рассказывает представитель международной медицинской компании Джерри Байерс. Медицинские услуги здесь дешевле аналогичных в Америке, примерно на 80%, в том числе и такие популярные направления, как косметическая хирургия и ЭКО. Среди тех медучреждений, которые мы собираемся посетить во время этого визита, будут клиника репродуктивных технологий и онкологический центр. Нам думается, что в этих областях мы могли бы найти медицинские услуги, которые были бы чрезвычайно интересны нашим конечным потребителям. Если развивать медицинский туризм, бюджет региона может получить до 10% доходов. Партнерство с иностранными компаниями поможет увеличить и экспорт медуслуг, что предусмотрено нацпроектом здравоохранения, который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Уже сейчас налажены деловые связи со странами ближнего зарубежья, такими как Казахстан и другими, входящими в состав СНГ. Регион имеет большой потенциал стать одним из лидеров медицинского въездного туризма в Российской Федерации. За последние несколько лет в области повысилась доступность высокотехнологичной медпомощи. Обновляются лечебные учреждения. Отремонтировано 40 объектов здравоохранения, закуплено 60 автомобилей скорой помощи. В регионе активно внедряется проект «Бережливая поликлиника», в первую очередь в 17 детских отделениях. В 2019 году создается Центр амбулаторной онкологической помощи «Центры». Переоснащены медицинские организации региона, оказывающие помощь онкобольным 89 единиц оборудования. В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями переоснащаются региональные сосудистые центры и два сосудистых отделения в Тольятти. Для успешного развития медицинского туризма важны не только технологии и оснащенность больниц, но и высокая квалификация врачей. Там, где нет основы, где нет компетентов, где нет профессионалов, трудно что-то создать на пустом месте. Этого не создашь. Люди у нас есть, есть высокопрофессиональные врачи, среднемедицинский персонал. На сегодняшний день нашим медицинским партнерам мы можем предложить медицинские услуги по профилю травматологии, ортопедии, офтальмологии, онкологии. Есть программы, связанные с экстракорпоральным оплодотворением. Это наиболее востребованные для иностранных медицинских туристов направления, которые мы и дальше будем продолжать развивать. Система Казани медпомощи, которая выстроена в регионе во время проведения чемпионата мира по футболу, признана специалистами. Также в области развивается туристический кластер, построены новые гостиницы, транспортные развязки. Все это создает условия для развития медицинского туризма в регионе. Мое главное ожидание это то, чтобы наши зарубежные эксперты, которые приехали оценить, увидеть своими глазами самарскую медицину, уехали удовлетворенными в глубокое умреждение того, что это место, город и край, область достойны иностранных пациентов не только из стран Средней Азии, но и из Европы, даже из Северной Америки. На конференции министр здравоохранения Самарской области, ректор СамГМУ и президент Национального совета медицинского туризма подписали соглашение о сотрудничестве. Также приглашенные эксперты, в том числе и иностранные гости, посетили клиники Самары, с которыми также планируют заключить рабочие соглашения. Лариса Шлафаст, Мария Левина, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok